Друзья, братья, сестры, очень рады быть снова с вами уже на Пасху, да, то был Курим, а теперь Пасха, да, и рад очень сегодня делиться Словом с вами, Божьим, так как Божье Слово это действительно живое Слово. И тайна в том, что это Слово, это не только, как вот у нас принято говорить, да, что вот сказал Слово, как вот говорят некоторые, допустим, на Востоке, да, не очень хорошая такая есть присказка, я хозяин своего Слова, говорят, хочу отдам, хочу заберу его брать, вот. И порой человек, и то, что он говорит, это порой очень разные вещи, да, вот, особенно на примере политиков мы это видим очень хорошо, такая работа есть, одно говорить, другое думать, третье делать. Вот, это, это очень плохое, конечно, сравнение, но как бы есть, что есть, то есть. Но, вся тайна в том, что изначально-то Бог не так все сотворил, и вообще Слово Его, это Личность оказывается, это Он Сам. Удивительно, поэтому, деляясь Словом, я имею в виду, в первую очередь, делиться Самим Христом. Для меня Слово Божие, это Сам Христос, Он действительно таков. И есть много имен Господа нашего, конечно. Прожил раз, месяц тому, я делился здесь и говорил о тех именах, которые Господь раскрыл, да, о себе сказав, помните, да, 11.25, я, Я Есим, Воскресение и Жизнь. Вот Его имена. Вообще, в каждом имени Господь что-то хочет раскрыть о себе, сказать. И, но самое потрясающее, Он есть Слово Божье. Он есть Слово Бога. Так что, друзья, это не просто даже информация, это не просто даже то, что, вот, как сказать, в одно ухо влетело, в другое вылетело, да, или то, что можно услышать, послушать и как бы, ну и ладно, принять к сведению и пойти дальше. А Слово – это то, чем ты живешь. Слово – это то, чем ты становишься. Это Слово – это то, кем тебя видит изначально вообще Бог. Удивительно. Спасибо Господу за все. Благословляю всех вас, друзья, и прошу сегодня Господа, чтобы Его Слово сегодня живое и действенное, оно жило и действовало в нас сегодня, среди нас и в нас верующих. Благословляю вас по имя Господне. Вот, и когда, вот, Валерий Коробов, песня-то пелось, знаете, я очень люблю, вот, творчество Валерия Коробова. Он ушел уже, брат, на небеса, сегодня он там Иисусу Славу поет уже в небесах, там, наверное, такие гитары, что здесь ему не снились вообще, и там такое, как бы, да, конечно. Нам здесь без него, конечно, так стало тяжелее, но ему-то хорошо, конечно. Вот, и уже там, да, с Папой уже на небесах, с Господом нашим. Вот, спасибо Богу и за Валеру, спасибо Богу сегодня, хочу сказать, за всех, кто прославляет Его, хвалит Его, и за тех, конечно, кто уже ушел к Нему, но и за тех, кто еще здесь на земле. Вот, я думаю, что таких Коробов сегодня сон в каждом Украине поднятся. Вот, а чтобы хвалить Господа так, писать эти песни, восхвалять Господа. Я сегодня, кстати, с позором уже эту песню уже пел, уже, да и рано утром в метро, когда ехал там, там, от Лиссовой до Днепра, тоже пел в метро. От Днепро. Да, 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 Днепро, значит, да, значит, люди слушали, вот, на уст мотали, Христосовался тоже, Христос воскрес. Ну, народ, в общем-то, согласен. Слава Богу. Да, слава Богу. Вроде бы, сдержавшихся тоже не видел я, но, в общем-то, все были согласны, как-то, что, да, воистину, например, воскрес. Вот, и дай Боже, чтобы это не просто было согласие на уровне информации, вот, а чтобы это было согласие действительно в слове, согласие в жизни, согласие в том, чтобы это слово стало плотью, чтобы действительно обитало это слово в нас, верующих. Спасибо Господу за все. Поэтому то, что Христос воскрес, это у нас, ну, раз в году, в самой последней пьянице вспоминают об этом. Знаете ли, этим не удивишь, как бы, да, в нашей культуре, вот, подобным. Но это как вот в том анекоте старом, в Прабрежье, там, когда, там, Косыгин, там, навстречу идет, там, в Кремле где-то, и, ну, дело на Пасху было, и говорит, Гляндий Ильич, Христос воскрес. А тут он говорит, уже доложили. Так что, на Пасху у нас все знали, и знают, что Христос воскрес. Вот, но, в общем, дело-то, чтобы, чтобы это слово стало плотью, чтобы свидетельство воскресения Христа, это было в нашей жизни, в нашей судьбе. Спасибо Богу, что это уже есть в судьбах миллиона верующих. Дай Боже, чтобы это было в судьбах, и еще, еще больших людей, в количестве людей. Слава Богу, спасибо тебе, Господь, спасибо тебе, Господь. Спасибо. И у Матфея записано в самом конце, в последней главе его, в 28 главе, Евангелие от Матфея. Написано с первого стиха, читаю. По прошествии же субботы, Матфея 28, 1. На рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть на гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отмолил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал, «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, Он воскрес». Как сказал, «Пойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что Он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там Его увидите. Вот я сказал вам». И выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великое побежали посвестить ученикам Его. Аминь. Вот, друзья, дамы и господа, удивительно, женщины были там, пришли ко гробу. Вопрос, конечно, у многих там возникал христиан, а где были мужчины, почему женщины пришли. Да, значит, у большинства обычно у нас такая идея возникает, что вот ученики, видимо, от страха своего ради иудейского они как бы где-то там хвались, вот, а женщины посмелее были, поактивнее. Возможно и так, но вообще-то исторически это не совсем так, или даже совсем не так. Значит, потому что, значит, когда мы знаем историю Ветхого Завета, то и культуру Израиля, то это было как раз третьим днем уже Песоха, Пасхи, и праздник называется «Первого снопа». Все мужчины, которые в Иерусалиме, которые пришли или проживали там, или паломники, все шли с этими небольшими снопами, снопиками туда, к храму. Все мужчины обязательно, ну, разве что совсем еще малые дети, вот, ну, до 13 лет были свободны от этого. Или же уже старые или больные, которые не способны были двигаться. А все, все те, ну, от 13 лет и старше, и кто способен был двигаться, все мужчины в это время утром с позаранку, еще потемную еще, уже выдвигались в поля, значит, срезали эти, ну, как бы вот такими серпами, эти колосочки и с небольшими такими, с теми стажками шли туда, к храму. Потому что это, ну, обряд, да. И вот это праздник «Первого снопа». Но самое интересное, оказывается, «Первый сноп» – это был прообраз воскрешенного, первенца из мертвых, самого Иисуса Христа. И Ишуа Ашиаха. Он воистину воскрес. Поэтому женщины были свободны от этого, от этой церемонии, и они воспользовались и рано утречком туда побежали, на кладбище. И вот это событие описывается, друзья. Вот, опять-таки, стража пришла в ужас. Там не написано, что ангел сказал им, а может даже не сказал ничего там от нововведения, как бы они, может, уже в ужас пришли. А может он что-то сказал такое, что, знаете ли, им стало еще ужасным вообще. Кто его знает. Но, по крайней мере, женщина, он сказал «Ангел хороший». Вот, посмотрите, это гром, да, он послежал Иисуса, но его здесь нет, он воскрес. Идите, скажите ученикам ему. И вот, друзья, интересно, что... Так, там, братья. Вот, и... Если говорить о воскресении Христа, то, да, исторически это было чуть раньше, получается, вот чем это сейчас мы празднуем, да. Но в православной традиции, да, сразу после библейской Пасхи, принято праздновать как раз праздник этот. Но есть хороший нюанс такой. В православном церковном праздновании есть очень интересный момент такой. Он празднуется, праздник, 40 дней подряд. Вот. Поется в храмах. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть поправ, и сущим по гробах, или и всем мертвецам жизнь дарова. И, ну, по-разному. Ну, я раньше пел на славянском, теперь обычно на русском, на украинском поем. Вот. И это приветствие, песня о воскресении Христа. И вот на протяжении 40 дней эта песня, это песнопение поется во всех храмах. Смысл действительно, что вот великий, что Христос воистину воскрес из мертвых. И всем сущим по гробах, всем мертвецам жизнь даровав. Вот. И сегодня совершается великий исход, друзья. Совершается великий выход. Тогда при Моисее был исход какой? Из Египта в землю обетованную, да? И это было, оказывается, прообразом настоящей Пасхи. Потому что настоящая Пасха это сам Христос. Это сам Иисус Христос. И получается, что тогда, 3331 год тому назад, во времена Моисея, когда вот в эти дни совершался великий исход. Помните, да, хронологию там в полнолуние этого месяца, Ниссан? Да, значит, или же Амиф еще называется этот месяц. Ниссан это не еврейское название, но оно так прилепилось уже, как бы уже не отлепится. Вот, значит, тем более, Библия, она же записана все-таки. Вот, а чисто еврейское название этого месяца, вот нынешнего, это Амиф. Амиф. Амиф, Аф, это все, что с папой связано, с Богом. Вот, Амиф, это буквально весна, дающая всему жизнь, или же буйство весны. Вот так вот. И этот месяц вообще считается в Израиле самым красивым вообще из всех месяцев года. Поэтому, ну, я еще ни разу не бывал вот так вот весной. Один раз только был в Израиле, это было летом, это было очень жарко. Да, нам сообщили, что плюс 50 в тени, а тени где нет? Вообще. Представьте. Да, тенечек, это там, это за счастье найти. Вот, поэтому был такой санцепек, такое, ну, пекло. Вот, реально. Когда у нас еще, а нас еще повезли еще на второй день на экскурсию в пустыню еще, мало ли, в городе, там, ужас, а еще в пустыню еще. К мертвому морю, вообще, ну, как бы, в общем-то, да. Ну, ладно. Вот, и там, значит, на самом деле, вот, показывает такой фокус, сырое яйцо на камешек, вот, и, ну, так, зажаривается, смотришь, потихонечку, так вот, да, как на сковородочке, думаю, вот это, да. Да, мы там час еле продержались, значит, на этих экскурсиях, значит, а там вообще-то там пекло настоящее, и хорошо, и бегом уже, когда была команда уже, все бежали уже к автобусу, там с кондиционером, там как в раю, там, вот, вот так, там научишь сразу людей родину любить, там, знаете ли, там, вот, и, я, кстати, там полюбил пить воду, раньше, до поездки в Израиль, я как-то воду, ну, не знаю, как-то не резала она у меня, как-то в горло, как-то, вот, надо чем-то ее закрасить, чем-то ее, как-то, вот, либо чаем, либо там, чем вареньем, ну, чем угодно, просто воду как-то непонятно было пить, а вот там в Израиле, сразу, где учился, приучился воду пить, и для меня это стал самый любимый напиток, вообще, с тех пор, вот так вот, а представляю, а в те времена, каково было, да, будьте здоровы, вот, когда без автобусов, без этих кондиционеров, может, водички, вот, когда на Санцепеке таком, вот, люди были, вообще, но исход совершался, исход великий, вот, и, но все это было, да, не стесняйтесь, если покашлять, покашляйте, вот, вы знаете, исход древний, это был прообразом настоящего исхода из царства тьмы в царство света, тогда был Моисей, сейчас Иисус Христос, и Моисей был, как бы, спасителем для одного поколения людей, и всякий, кто поверил тогда Моисею, кто доверился ему, поверил Слову Божьему, которое через Моисея было провозглашаемо, да, вот, те были спасены, кто не поверил, ну, кровь и была на них, вот так вот, друзья, поэтому, Моисей был прообразом тоже, как бы тенью, прообразом Христа, самого Машиаха, самого Христа Иисуса, Иисус Христос, это образ Бога, ну, как вот икона, да, живая вот икона, живой образ Бога, кто есть Бог, какой есть Бог, Иисус явил Бога, А Моисей был прообразом, получается, самого Христа, как бы, он как бы не сам Бога отражал, но отражал отражение, знаете, вот, как бы, он давал намек на будущее, отражатель, истинный. Удивительная история, вообще, выхода из рабства. Моисей, когда пришел в Египет, ну, да, он, конечно, послал Бог его с поручением, тоже это было великое поручение, каково же, представьте себе, надо вывести рабов на свободу, вот, и, да, Моисей сказал слово, а фараон послушался ли сразу Моисея, и Бога вообще, нет, 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 Моисей говорил, ну, а дьявол, ну, фараон, это прообраз, опять-таки, он отображал, если Моисей отображал Христа, да, как бы, являл будущего Христа, грядущего Христа, и даже в конце своей карьеры, своего служения, он сказал, что, как меня, пророк обозрелит Господь, послушайте его, и всякий, кто не послушает его, то, ну, погибет просто-напросто. И знаете, а фараон был отражением дьявола, отражением антихриста в этом мире, и потому, ну, да, вот, к сожалению, вот такая история. Кто, что отражает в этом мире, знаете ли, да, интересно, эту песню пасхальную, кстати, поем, на эту пасху тоже пели, вот это, когда прозвучало, отпусти мой народ, отпусти мой народ. Кстати, мы ее уже несколько раз на пасху и прошлое, позапрошлое эту пасху пели. Правда, на русском языке я пробовал петь, но и как-то не получается, перевод какой-то неудачный, какой-то вот. На английском там все просто, там как бы, а на русском как-то все как-то перевели, как-то буквально, наверное, слишком. Надо как-то вот, нужны таланты, короче, чтобы перевести литературно, красиво так, знаете, рифмованно. Вот, но песни потрясающие, на самом деле, потому что там, у Армстонга, там, значит, с одной стороны, в одном куплете говорится фараон, в другом фараонс. То есть, в одном обращается к фараону непосредственно, а в другом ко всем фараонам обращается. То есть, во все времена Бог обращается ко всем фараонам, отпустите мой народ. Это великий, так самом деле, такой псалон. Правда, у нас он пасхальным обычно, это не считается, но вообще-то это пасхальный псалом, да, значит, и там, я был в церквях, черных, чернокожих, вот, там они поют, да, эту песню как раз. Вот, нам бы такой черный хор. Молодцы, такие голоса, такие голосистые ребята вообще. Баптисты, но там наша харизмат отдыхает вообще. Да, ну ладно. И вот, и интересно, что фараон отражал на самом деле Антихриста. И он сопротивлялся, рогами упирался, не хотел отдывать народ, отпускать. Даже поначалу, как бы, вроде бы не против. Ладно, идите сами, служите Господу, но жены, дети ваши там останутся. А потом, ну, скотинку хотя бы оставьте, вот, хотя бы животных оставьте там. Вот, нет. Моисей молодец. Он, как вот говорила великая киевлянка, Голда Мэйер, премьер-министр Израиля, она говорила, с террористом переговоров не ведем. И она сославилась как раз на Моисея и на фараона. Она говорит, что Моисей ни копыты не оставил вообще. Он все полностью, и он не вел переговоры. Все. Ультиматум один, что, либо так, либо бам, либо пропал. Все. Либо ты слушаешься, либо ты просто погибешь. Все. Поэтому вот Иголда говорила, молодец, что с террористом переговоров не ведем. Никаких уступок, ни одного копыта не отойдет не было. Все. Молодец. То есть, она правильно понимала. Великая киевлянка была такая, да. Молодец. И, знаете ли, вот, действительно, фараон, ты как вот такой террорист, дьявол, как террорист, который не хочет отпускать души. И сегодня переговоров с ним вести не следует вообще. Сегодня царство тьмы разрушается Словом Божьим. По велению Бога никаких уступок дьяволу, никаких уступок терроризму, никаких уступок ему. И одно лишь слово отпусти мой народ. Божий народ, он свободный народ. Все. И не соглашаться ни на какие уступки врагу. Удивительная история исхода. Когда все это совершилось, ведь евреи поверили фараону поначалу-то. Вот, если брать, ну, до того, как все начиналось. Израиль. Да. Израиль с сыновьями своими, вот, с детьми своими, да, внуками, спустился в Египет. Поначалу евреи поверили фараону, знаете ли, и, но, не надо гоняться за бесплатными такими путевками в Египет, да. Вот, значит, знаете ли, это обычно такое заманилово такое, заманилово. Вот, и потому что совершенной воли Божьей не было никогда, чтобы мы были в Египте. Вот, но, так вот получилось, что, ну, голод, лететка, пришли туда, евреи поселились, и поначалу все было хорошо. Иосиф, пример, министр, значит, да, значит, свои люди в правительстве, и вообще, как бы, все хорошо, дали хорошие земли, вот, но, надо было ухо востро держать с самого начала, потому что там, помните, есть такая интересная вещь, что, вроде бы, все радушно, мягко стелили египтяне, очень мягко стелили, надо было уже сразу задуматься, что здесь что-то не то. Сын бесплатно только в мышеловке бывает вообще. Но, такая, тревожная нотка такая была изначально, что египтянам было мерзко, то, чем занимались евреи, было мерзостью вообще, им это гадко было. Вот, и уже надо было задуматься, что-то здесь не то. Если тебя человек принимает, да, то не то, чем ты занимаешься, даже он это не понимает, он принимает тоже. Но если тебя, если тебя, вроде как, принимает, но то, чем ты занимаешься, не принимает, значит, держи ухо востро, это ловушка какая-то, какая-то заподняться здесь. Потому что, когда, я вспоминал сегодня на молитве на утренней, тоже, значит, там, кто-то из моих друзей, там, на фейсбуке написал, там, цитату какую-то, перепостил. Я у себя тоже отметил ее. Значит, парень любит девушку, да? Я не помню дословно, но как-то так. Вот, и когда парень любит девушку, да, то даже тараканы в ее голове кажутся ему божьими коровками. Как-то так. Вот, мне так понравилось, думаю, здорово. Вот так Бог любит точно. Вот даже тараканы наши в голове, наши там, православные или протестантские, или какие-то еще там, еврейские, языческие, вот, ему кажутся божьими коровками. Он так, вот, когда любит, вот, фу, это совсем другой взгляд. А когда они любят, то даже самые достоинства человека вызывают востражение обычно, да, значит, вот, и здесь уже, вот это да. То есть, любовь, она показывает совсем в другом свете все, абсолютно все. Удивительно. И Бог, Он смотрит на нас глазами любви. А это взгляд такой, это не розы в очке, нет, это, это гораздо большее что-то, это вообще, это совсем другое. Это истинный взгляд на вещи. Это истинный взгляд на то, что, вот, что есть. Я вот не забуду никогда урок, который в жизни получил однажды. Давно еще. Но, как вспоминаю, до сих пор, вот, знаете, вот, учусь в этом примере. Я, я служил тогда на приходе в селе. Был простым сельским батюшкой. Это 91-й год был еще, и 92-й, как раз вот на рубеже, вот, этих годов. В Рязанской области, в селе, служил на приходе. Вот, и, ну, Рязань-Касапузая, как ее называют. Вот. Я, кстати, там узнал уже, почему Касапузая. Думаю, почему Касапуза? Ну, принято так говорить. Ладно. Вот, оказывается, потому что у них пузо было на козь всегда. А почему? Потому что были подпоясаны, а здесь обычно топорик, что-то висел у них. Вот, поэтому Касапузой было как Рязань, оказывается. Ну, ладно. Вот, но мне и так интересно было. Бабушки, вот, старушки, вот, и, ну, как они, баба говорили, баба. Вот, они ехали, каждый раз там, значит, раз в неделю в райцентр на рынок ехали, скупляться там или как-то еще там. Короче, вот они, у них там свои там, свой служеб у них такой интересный очень, свои кички всякие там, там, что только не узнал я все, в тонкости этих, сельской жизни. Вот, значит, они, вот, значит, и они ехали туда, значит, на рынок, вот, и обычно с рынка, ну, что, ну, как бы, новости всякие привозили. Вот, но я что, молодой священник, а я очень любил сюда слушать, вот, ну, как бы, и бабушкам хорошо, и мне хорошо, и, а мне телевизора не надо, и, а не при, местное радио, там, вообще, там, вот, жалко, камеры не было у меня раньше, да, я бы позаписывал такие вещи, что я половину забывал уже, но что вспоминаю, я просто очень Богу благодарен за это все. Вот, как кино сходил каждый раз. Знаете, вот, ну, ладно. И, значит, а один раз эти бабушки приехали, и очень такие, возбужденно такие, как бы, переживают по поводу увиденного. Вот, оказывается, событием, главным событием этого рынка, была девочка маленькая, вот, они рассказали мне, вот, значит, что, вот там так, так и так, они только было пошли там, значит, по магазинам там, эти вот варьки всякие там, машины со всего района, и вот, только пошли там что-то покупать, глядь, девочка плачет, маленькая, вот, и, значит, как бы плачет, потерялась, ну, бабы, конечно, кричат сразу, чья девочка, маму искать давай, никто не отзывается вообще, непонятно, чья она, давай ее расспрашивать, ну, маленькая совсем еще, девчонка-то, значит, ну, какая твоя мама, опиши хотя бы, мы сейчас потом, ну, сейчас быстренько, по рынку пробежимся в разные стороны, вот, но она такое описание дает, что, как бы, любая мама подходит в это описание, вот, она у меня самая красивая, самая добрая, что она такое, короче, ну, ладно, ничего с ней не возьмешь, короче, они, и рынок, и рынок уже, все уже, и уже пора уже уезжать, автобус уже скоро в село, короче, ладно, там, давайте ее в милицию, короче, отведем, вот, пусть они уже разбираются, потому что нам уже пора уже на автобус, все уже, вот, и представляете, и тут мамаша обнаруживается, там, а там еще, значит, кроме этих магазинов всяких, там еще было, ну, как питейные заведения, вот, они туда не догадались заглянуть-то, как-то мама там была у нее, ой, и вышла мама, никакая вообще, вот, вот, все наоборот, никак она, никак дочка говорила, вот, вообще, самая красивая, ага такая, рыжая, косая, вообще никакая, вообще страшная, говорит, какая-то моя нога, вот, значит, злющая, такие мучуги, что у наших мужиков, там, уши трубочки сворачиваются, вот, девочка подбежала, мама, мама, она ее как треснула по затылку, у нас вот затылки зачесались у всех, у женщин, это такой звонкий шлепок, был удар, что у нас, у нас аж зачесалось, а девчонка хоть бы что, значит, обнимается, ну, видимо, я не впервые, видимо, там уже отбито все уже, что можно было отбиться, значит, ну, как бы, ну, так и вот отношения бывают, короче, но, то есть, она даже, девчонку хоть бы что даже, никак не отреагировала, просто плачет, значит, от радости, вот, мама, мама, мамочка, все, короче, и она, эту дочку раз, хватает, и куда-то и тащит ее, фу, ее бабы в автобусе пока ехали, все с удачей, так вот, вот тебе, доброе, красивое, хорошее, ужас какой, вот, значит, они все возмущались, и мне эти бабы все, она рассказывали, вот, а я, значит, знаете, я там, не знаю, ой, честно говоря, я так чуть не расплакался, просто я старался, чтобы, ну, сдержаться, потому что я думаю, ну, понимаете, меня что осенило, что, вот, и в этой женщине, может быть, ну, может, бабы тебе приукрасили слишком, ну, может, не такая она и страшная, может быть, я не знаю, может быть, она не такая злая, хотя, особенно потому, что не рассказали, она была и злая, и страшная, вот, но, знаете, в ней, может быть, какой-то один процент только вот был, ну, чего-то красивого и доброго, да, ну, если можно так выразиться, так вот, да, но, эта девочка, дочка ее, да, она смотрела на нее, на свою маму, вот, глазами любви, да, глазами Бога, и, поэтому она видела ее, ее, ну, в истинном свете, она видела ее по-настоящему, какая она по-настоящему есть, вот, и никто не видел, а эта девочка видела ее такой, представляете, вот, а Бог видит нас вот такими хорошими, Он видит нас красивыми, добрыми, хорошими, вот, даже самого последнего грешника, из грешников, даже если человек, он вообще, как бы, и, как говорят, как таких земля носят вообще, вот, такие есть люди, и, вот, и такового человека, Бог любит так, что, ну, Диму даешься, знаете, ну, вот, да, аминь, аминь, самый молодой прихожарь у нас, да, здесь, ой, вот так вот, и, действительно, глаза Бога, это глаза любви, вот, и Он, согласно даже Библии, тому, что даже теории библейской, Он очень сильно оценил нас, очень высоко оценил нас, настолько, что оценил нас выше самого себя, выше себя, и отдал свою жизнь за нас, вот, и спасибо Господу за все, спасибо за Его чудо спасения, за Его воскресение, спасибо, что Он, несмотря ни на что, остается оптимистом, Он верит в нас, любит нас, доверяет нам, вот, это великая благодать на самом деле, великая благодать Божья, вот так вот, и, говоря о воскресении, мы знаем еще кое-что из Библии, да, что Он и умер-то не за себя, а за нас, и воскрес тоже, не просто так, для себя даже, а вот воскрес тоже для нас, для нашего оправдания написано, спасибо Господу, то есть Он воскрес для нашего оправдания, что каждый сегодня человек, призывающий его имя, оправдан, оправдан небесным судом, оправдан навсегда, это потрясающее, самое потрясающее, что может быть вообще во Вселенной, это человеческому и ангельскому уму непостижимы вещи, вот, я не знаю, почему ангелам там непостижимы-то, но человекам я так понимаю, почему непостижимы, потому что в довершении ко всему мы еще живем во временном измерении, во временном этом пространстве, временном мире в этом, и, конечно, категории вечности нам просто, ну, просто верой принимаемы нами, вот, но не понимаемы до конца, безусловно, нами понимаемы только лишь то, что временно, то, что вписывается вот в это временное измерение, само время мы знаем, это тоже творение Бога, это тоже Его творение, одно из Его творений многих, и время очень хорошее, как и все творение, оно очень хорошо, просто для неверующих это обычно не так, даже есть термин, такое убивать время, это, конечно, изобретение дьявола, потому что все творение Божье вызывает в нем желание убить просто, украсть, убить и погубить, но, когда мы принимаем духовное возрождение, когда образ Божий в нас восстанавливается, то мы понимаем, что время это очень дорогая вещь, это очень ценная вещь, это очень, это, 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 это неплохо, это хорошо, наоборот, это благодать, это благодать, как и все в этом мире, ну, добрым людям все на здоровье, вот, знаете ли, а глупому человеку, дай ему, не знаю, что угодно, все опахабит, вот, когда мы с Богом, то все любящим Его, все обращается во благо, абсолютно, а не любящим, все, абсолютно все, не на пользу обращается, это, ну, тоже закон природы, мы не договоримся, так что, друзья, вот, и еще, говоря о воскресении, я, опять-таки, как вот, в прошлый раз говорил у вас, что, я говорю, воскресение подразумеваю Иисус, для меня это Иисус Христос, я говорю, Иисус Христос, для меня это воскресение, Он есть воскресший, Он есть воскресение, вот, я верю, что сила воскресения, она, вот уже на протяжении двух тысячелетий, она раскрывается в церкви, эта сила, но, она еще не раскрылась, она должна раскрыться, эта сила, Это силище. Знаете ли, мы похожи, как церковь христианская в целом, я говорю так вот, как христианин, как верующий человек. Я понимаю, что огромное наследие, но лишь очень немного, чуть-чуть, по чайной ложечке, знаете ли, используемо все это. Используемо. А это безграничное наследие, богатство наследия. Это просто не передать. Вот человеческому уму непостижимы тоже, опять-таки. Вот, пусть Господь благословит. А ведь тварь вся стенает и мучается, ожидая откровения сынов Божьих. Вся тварь, все творение. Весь мир растительный ожидает этого откровения. Мир животных ожидает этого откровения. Все, абсолютно все творение. Птицы, рыбы, все ожидают этого откровения. Они с надеждой смотрят на сынов Божьих. На всех человеков. А на Ипачи, конечно, на сынов Божьих. На тех, кто рожден свыше. Вот. Они хотят, даже если того не понимают сами, но интуитивно, инстинктивно, но хотят увидеть в нас Бога, образ Божий. Вот. И это стенание всей этой природы, это действительно это стенание. Надо просто это услышать, увидеть. Сама даже земля, даже сама земля, она стенает. Вот. И сегодня, кстати, это уже научный факт, интересный. Что земля может тоже чувствовать. Не только растение, не только, но даже сама земля. В Библии говорится, что земля либо проклята за человека, либо благоставлена. Я верю, когда откровение сынов Божьих будет в церкви, и воскресение, сила воскресения явится в церкви. Во всей полноте, то земля, наконец-то, облеченно вздохнет. Знаете ли, это будет чудом Божьим, на самом деле, исцелением земли. Кстати, в том же, Аня, тоже в другом селе, в Брянской области уже было дело, не в Рязанской, а в Брянской области. На моем последнем приходе, как раз в традиционном православии, где служил я, но это был еще 95-й, 95-й год, да, в Брянской области, в селе, там, значит, ко мне приехал председатель колхоза, этого, или совхоз, там, ну, хозяйство было огромное. Вот, значит, там старый коммунист, всю жизнь на таких должностях руководящих, значит, и, вы знаете, и он приехал ко мне, молодому священнику, вот, вроде как поговорить, ну, мало ли, люди по-разному приезжают поговорить о том, о сем. Вот, бывают несерьезные какие-то разговоры, вот, но... Этот человек приехал, и, знаете, и он чуть не плакал, пожилой человек уже пенсионного возраста тогда, он уже по возрасту был уже на пенсии, но, вот, работал там председателем, значит, и он чуть не плакал, вот. А в чем дело? Оказывается, значит, там, у них прошлые годы, до меня еще, когда приехал, там все жирали жуки, ну, люди работали за трудодни, как бы, значит, там, уже несколько лет там ничего не платили, значит, ничего тогда, и, значит, ну, все там, все, что своровали, потом и жили, как бы, вот, значит, и, вот, последнее, что у них там, это картошка, вот, и морковка всякая там, прочее, и, вот, значит, и у них там жуки все пожирали. Если бы в прошлые годы хотя бы хоть какую-то малость там им с района там что-то перепадало, какую-то отраву там, что-то там побрызгать хотя бы, то в этом году сказали, извините, вообще ничего, все, ноль. А он говорит, что, а это смерть для нас всех, вообще все. Вот это, короче, и так все сжирали, а теперь вообще все сразу последнее уже, вот, ничего не останется. Вот, ну, как бы в трубу вылетим, окончательно уже. Вот, и воровать нечего уже, и все, и жить не на что уже. Короче, вот так, и он чуть не плачет. И, знаете, у меня прямо так, вот, к нему такое, прямо, ну, не знаю, сожаление такое было. Вот, человек, он на земле, да, он понимает, что такое. Вот, когда все сживут у него, саживут у него эти жуки. Вот, и я тут же предложил ему, давайте, ну, молимен послужим, помолимся, вот, значит, и поля ваши, яна нету, но вот то, что есть, то даю, как говорится. Вот, молимен послужим в храме, значит, и вот покрови ваши поля все. Ну, короче, ухватился, как-то соломинку за это, вот, давайте, батюш, давайте, как бы он даже. Короче, выделил мне машину. Вот, такую бортовую, значит, мы ее переделали в такую православную ракет-машину. Здесь плакат, там, значит, транспарант, хоруби, бидоны прицепили тросами, там, значит, с водой, молочной эти, значит, они, молимен, машину подкатили к храму, молимен послужил в храме, значит, там, значит, посвятили воду, прям, там, значит, во дворе, вывезли с бидонами, значит, по селу, значит, и потом поехали по всем селам. А как-то у них столько полей, ой, до вечера до самого, это только вот так вот, просто объезжали эти поля. Вот, и на каждом объезде я там по дороге кое-что брызгал, значит, и на каждом перехресте, там, еще тоже там, там, спою, что, значит, и там окропляю водой, все. Ну, объехали все поля. Ну, ладно, там кто посмеивался, кто отнесся с сочувствием, с пониманием, вот. Самые непонимающие, к сожалению, были вот как раз, вот, моя двадцатка, как-то, как-то странно, что, мол, батюшка, оно не надо, оно, ну, ладно. Короче, все получилось, послужил молимен, значит, там, это, да. Короче, было чудо. Жуков было, на самом деле, навалом, но на других полях. Вот, на этих полях не было. Короче, ко мне потом приезжал этот председатель, такой радостный такой. Короче, жуков вообще нету. Как корову слезала вообще, куда они все. Короче, урожай был хороший. А потом он рассказывал, когда в районе там они собирались, эти все эти председатели, все эти, да, там, и потом они ездили куда-то еще там на встречу, такой, на большом уровне. Вот, там, значит, с других соседних этих совхозов всяких, там, председатели, ну, короче, ну, ну, зависть такая вещь страшная, конечно. Они, короче, что там у тебя там происходит, ты Попов возил бы, по полям своим. Короче, они свою идею такую, теорию выдвинули ему, так и так, что, мол, ну, впервые там подошли к нему и сказали, что так и так, твой Поп хитрец, он, короче, видимо, в Москву привез какой-то там суперяд какой-то, видимо. Вот, что наши районы, короче, жуки, особенно так, ничего, от твоего, видимо, от Поповского яда, короче, все поумирали. Ну, а он говорит, а я ему объясняю, как вы, вы сами подумайте, какой яд? Это же не все поля он грызгал, только лишь на перехрестях и только лишь вдоль дорог. Это какой нужно было иметь яд, чтобы они со всех этих полей вообще ушли и вообще поумирали. Короче, ну, глупости. Вот так вот, так что кому-то хоть комнат главе чеши. Иисус говорил, что в некоторой категории есть такая граждан, что даже если из мертвых, то воскресенье все равно поверят, скажут. Скажут, не тот, похож, но не тот. Ну, ладно. Вот, и интересно, вот такое было чудо. Вот, и, а, кстати, такой страх напал хороший, там, на селян вообще. Даже, ну, не знаю, что было в других селах, как там информацию восприняли. Вот, значит, но у нас там страх такой хороший был. У меня там, значит, в церковном доме там был такой подвал большой. Вот, там, значит, в рост человеческий ходить можно было по этому подвалу. Там, короче, засыпали мне туда картошки всякие, там, морковки, всего там под завязку. Вот, дальше некуда, значит, и привозили мне там по пол теленка, по теленку, значит, там мясо, значит, свежего. Короче, у меня, как говорится, сметаны, во, рыбы, во, таите, таите, нас и здесь неплохо кормят. Короче, я понял, что батюшка в селе не пропадет. Вот, и, в общем-то, уделял там нуждающимся, кому только мог там возил, куда надо. В больницу там, как раз там в больнице там голодуха была, там вообще там, вот туда возил все. Значит, и, ну что интересно, знаете, жуки тоже, конечно, конечно, тоже жить хотят. Но, знаете ли, пусть живут где-то там, у себя, где-то отдельно, вот, чтобы не мешали людям доброму. Вот, дело в том, что, когда молимся, да, и когда сила воскресения является через нас, верующих, то, конечно, и для земли отрада, и для окружающих людей хорошо. Знаете ли, не только нам хорошо, и для окружающих людей хорошо. Вот, и исцеление земли, вообще, я верю, именно через это будет, через нас с вами, через верующих. Исцеление этой земли. Слава тебе, Господь. Как вот и за Украину молились тоже. Как-то, я помню, там в Гнидине молитва была у нас как раз, в Гнидине. Я молился за Украину, и это было давно еще, вот, еще до всех революций еще. И интересно был такой, как образ, не образ, я даже не знаю, это как видение, не видение. Но я не глазами физическими это видел, точно. Физическими глазами я видел то, что я видел, там, лес, там, бор, все, как бы, ну там, окраины этого Гнидина. Вот, значит, а как будто бы другими глазами какими-то, как глазами духа, мы говорим, а глазами сердца, очи сердца. Они тоже иногда приоткрываются, и там потрясающие вещи, да, бывают. И вот, и что я увидел вдруг, вот этими другими глазами как будто бы. Но настолько реально, что я был заворожен. Я не терял картинку эту, знаете ли, но то, что увидел другими глазами, оно меня впечатлило еще больше. Знаете, это такое состояние, здесь, в этом видимом мире, да, где я молился, вот возле той горы, возле того леса, там, ну было уже ближе к обеду, допустим, да, время уже. И, а в том видении, как бы, да, оно было еще предрассветно, совсем еще предрассветно. Вот-вот уже, дребезжал где-то там на горизонте. Удивительно. И я молюсь дальше, больше молился на языках в этот момент как раз, кстати, я молился на языках, да, молился на языках. И вдруг картинка продолжается, она не стоит на месте, она продолжается. Начинается рассвет. Вот первые лучики, небо стало посветлее, первые лучики показались, и вдруг вот все оказывается в рассе. Я не видел этого, ну, в моем мире этого не было, рассы давно не было, конечно. Вот, а в том, как бы, другом мире, да, там было полно рассы. И она такая была густая расса, такая большая же, ну, большая расса, что вот ощущение, что шаг шагнешь, весь мокрый будешь. И на этих капельках все отражалось. И вот я был просто заворожен вот этой корзиной. Я был восхищен и не останавливался, молился дальше. Вот эти лучи били по этой траве, и эта роса, она вся блестела. Потом стало солнца больше, и она вся так блестела, что, ой-ой-ой, знаете, как будто бы все, вот это вот, какие-то журчуга, какие-то россыпи такие. Удивительная картина. Такую в жизни не видел, такую картину, в реальном, вот, своем мире. А в том я это видел, потрясающую картину. Потом молюсь дальше, и, как бы, даже не могу остановиться, потому что мне хочется это все видеть дальше. А дальше солнце поднимается все выше, и росы все меньше становятся. А потом солнце поднялось, и роса исчезла, было сухо. И, знаете ли, в молитве пришли вот эти слова из гимна национального, да, Украины. Сгинут наши мороженки, як роса на солнце. Вот, и мы молимся, и дано было такое понимание, что солнце правда всходит над Украиной. И все эти проблемы, они все, они были, просто их не было видно. Но, когда солнце всходит, все становится вдруг видно. Это все видно, повылазило все, и коррупция, и все, и еще больше будет видно. Но, когда поднимается солнце в зенит, все это высыхает, исчезает. И вот пробуждение в молитве, да, за страну, я так рассуждаю, да, когда Христос, как солнце правды, воссияет, все это исчезает, все это засыхает просто-напросто. Спасибо тебе, Господь, спасибо. Вот, и, друзья, опять-таки, это сила воскресения. Не то, чтобы солнца было тогда меньше, просто надо то, чтобы взойти. И вот как исход, он тоже ведь не сразу состоялся, слушайте. Поначалу рогами упирался этот фараон, не хотел. Не так, не сяк, ни мытьем, ни катаним, не сдавался. Но, когда начну дело до последней казни, все. Последняя казнь, она стала, знаете ли, вот тем моментом истины для всей страны, для всего Египта, для всех народов, проживавших в Египте, для евреев, неевреев, для всех. И все ли евреи поверили Моисею тогда? Нет, не все. Далеко не все поверили. Есть еврейские предания древние, которые на сегодняшний день уже являются не просто преданием, а историческим фактором. Потому что археология в 19-м и в 20-м столетии особенно полностью подтвердила правдивость этого предания. Что далеко не все евреи поверили, и что часть евреев довольно большая отпала неверием. Но там конкретно рассказывается, что треть отпала неверием всех потомков Якова. они так и остались в Египте. Митроим, вот это место, Египет, это с еврейского буквально как вот тесное место, такое ужасно плохое место, короче. Вот там остались евреи. Но за место отпавших неверием, вот это третье, Бог привил верою с разных народов, проживавших там в Египте, привил верою, совершился геюр, такое привитие. А вот насчет привившихся, в Библии есть посвенное подтверждение. Говорится, что с разных народов там были люди, пришельцы были еще, да, среди Израиля. Спасибо Господу за все. Поэтому праздник Пасхи, это не просто национальный еврейский праздник, да, допустим, как некоторые представляют себе, это праздник веры. Даже тогда, в те времена, в времена Моисея, вопрос был даже не просто в национальности, а в вере твоей, доверие Богу. Доверишься ли ты Ему вообще? Доверишь ли ты Создателю? И Моисей был посредником между Богом и человеками. А сегодня таким посредником является кто? Иисус Христос. Ибо един Бог написано, един посредник между Богом и человеками. Человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех, написано. Всех. Для всех и вся. Спасибо тебе, Господь, за все. Помолимся, друзья. И сейчас на этой молитве молюсь о силе воскресения. В жизни сегодня у нас еще будет таинство такое. Удивительное таинство как раз в тему Пасхи. Спасибо тебе, Господь, за все. Пусть каждый, Господь, из чад твоих, детей твоих, сыновей и дочерей, будет свидетелем воскресения твоего. И свидетельством твоего воскресения. Боже мой, слава тебе. Воскресение Христова, видевшем, Поклонимся святому, Господу Иисусу, Единому, безгрешному. Тебе мы поклоняемся, Христос, И святое воскресение Твое прославляем, Ибо Ты, Бог наш. Кроме Тебя иного не знаем. Имя Твоё прославляем, Придите все верные. Поклонимся святому, Христову воскресенью, Ибо пришла через крест радость всему миру. Всегда прославляя имя Господа. Поем о воскресении Его, Распятие претерпев. Он смертью смерть победил. Во свет Иисус из мертвых, Как Он и предсказал, Подарив нам жизнь вечную, По великой своей милости. Господь воскресший, живой Иисус Христос, Подлинно пред именем Твоим Всякое колено склоняется Небесных земных преисподних, Блаженны те, кто склоняются при Тобою По доброй воле своей, Доброхотно дающего Ты любишь Господь. Боже, Несчастливы те, кто поклоняются Тебе из-под палки, Как тот фараон, Вынужденно, Как бесы склоняются при Тобою, Вынужденно, Будучи пораженными в сражении. Боже, но мы сраженные Твоей любовью, Господь. Боже, и провозглашаю великое Твое имя святое Сегодня, сейчас. Смерть Твою возвещаю, Доколе Ты придешь. Смерть Твою возвещаю, Господь, Потому что в этом есть спасение для всего мира, Для всего истрадавшегося человечества И для всей нашей истрадавшейся планеты. Бог всемогущий, Сила воскресения Твоего, Способна преобразить моря и океаны. Сила воскресения Твоего, Способна преобразить горы и холмы. Сила воскресения Твоего, Способна преобразить озера, реки, ручьи. Сила воскресения Твоего, Способна преобразить леса, поля, траву, кустарники, все, все, птиц, животных, рыб, все, Господь, и пусть сила воскресения Твоего действует в нас могущественно, Божий, наипаче человеческий род, более понимающий, разумный человек, страдает, Божий, и у Тебя есть спасение, у Тебя есть избавление, Божий, потому, как Ты есть действительно целитель и освободитель наш, слава Тебе, аминь. И молясь, перед участием, обратите нас сюда, спасибо большое. Вот, и молясь сегодня, перед участием, у нас совершается это таинство, да, Евхаристия, клевопреломление, участие, возблагодарим Бога за Его победу, за Его воскресение, и возвещаем смерть Господню, потому что в этом есть спасение для всех и вся. Спасение для всех и вся. Потому что ранами Иисуса Христа, кровью Его Святой, я спасен. Кровью Иисуса Христа, прощен. Ты прощен, я прощен. Бог по Христе примирил с собой весь мир, не вменяя людям преступления их, и дал нам слово примирения. И сегодня слово примирения звучит, а это деяние примирения, действие примирения. Кровь Христа, тело Христа. Аминь. Спасибо Тебе, Господь. Благосоветный Бог наш, Царь всей Вселенной, давший нам хлеб из земли. Аминь. И давший нам хлеб небесный. Иисуса Христа, праведника. Хлеб жизни. Благосоветный Бог наш, давший нам плод виноградной лозы. И давший нам лозу небесную. Иисуса Христа. О, великий виноградок. Благослови, Господь, виноград всей. Благослови, потому что мы, Твой виноградник, Господь. Боже, обоцей виноградной лозы. Боже, мы принимаем воспоминания жертвы Голковской. Ты свою кровь, что за нас пролил, отдал свою жизнь, чтобы всякий верующий в Тебя не погиб, но имел жизнь вечную, бесконечную, счастливую, пресчастливую. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Господь, за все. Благодарю Тебя, Боже. Теба Христова примите. Источника бессмертного вкусите. Аминь. 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 За голову, за кровь, мы Тебя благодарим. Аминь. За воскресенье Твоё, за победу Твою, за жизнь вечную, бесконечную. Жизнь счастливую, бесконечную. Благодарим Тебя, Отец. Благодарим Тебя, Иисус. Благодарим, О Дух Святой. За все мы благодарим. За все мы благодарим. Аминь. 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 Аминь.